В практической части, чем на теоретической. Тем более, что теоретическая часть здесь вполне доступна. Я скину кое-какие ресурсы, которые крайне вам рекомендую посмотреть. Даже если вы их не посмотрите, я не думаю, что вам помешает выполнить эту таску. Я надеюсь, что вы хотя бы слышали о базах данных, о таблицах в базах данных. Я видел даже, что в чатике, когда мы стартовали, кто-то говорил, что как жалко, что мы не будем использовать SQL базы данных, будем использовать MongoDB. Ну, на самом деле, я вам так скажу, что, ну, наверное, если только вы не пишете какой-то свой проект или какой-то совсем небольшой, ну, относительно небольшой микросервис, то проектировать базы данных вряд ли вам придется. То есть, ну, хотя, как бы, чем черт не шутит. Но если говорить о взаимодействии нашего кода Node.js с таблицами, ну, точнее, с базами данных, то, как правило, он происходит не напрямую, а между... Ну, а есть какой-то посредник, то есть, какая-то программа, которую мы устанавливаем, и которая, как правило, наши вот эти объекты, там, юзеры и тому подобное, мапит в итоге в данные, в базе данных. Вот. Ну, скажем, такое достаточно деление принципиальное между базами данных, это, скажем так, relational базы данных и non-relational, и, скажем так, более документоориентированные базы данных. То есть, что имеется в виду, когда мы говорим под relational, и к ним относятся как раз SQL таблицы, SQL базы данных. То есть, SQL это язык, который используется для получения данных из наших таблиц. Если мы говорим об этих базах данных, то принцип хранения данных в них основан на таблицах. То есть, это идет, скажем, ну, это как бы первые базы данных, которые появились, и, собственно, они связаны, их происхождение с различными, там, бухгалтерскими книгами, там, и тому подобное, да. И, по сути, их внешний вид этих таблиц, он соответствует, там, табличкам в Excel, то есть, у нас есть какие-то колонки, и каждой колонке, ну, и, соответственно, в этой таблице, кроме колонок, есть стройки. И, соответственно, в каждой строке, в каждой колонке должно быть обязательно какое-то значение. То есть, либо это, там, число, если, может быть, там, нау, но, тем не менее, у нас должна быть какая-то структура одинаковая везде. При этом, один из основных принципов работы с табличными данными, это, как правило, стремятся максимально их атомизировать. Ну, то есть, связи между различными табличками и, да, назовем там ее строками, ну, табличками, осуществляется посредством ключей. То есть, ну, вот здесь у нас на картинке есть какой-то пример, то есть, у нас, да, есть какой-то пост, есть у нас тут какие-то комментарии, и есть у нас вот какой-то тег-лист. То есть, мы видим, что наши комментарии в себе хранят айдишник вот этого поста, в том числе они хранят, ну, да, поста. В свою очередь, тег-лист, ну, также, да, хранит у нас айдишник этого поста. И когда мы получаем данные из таблицы, когда нам нужно свести, скажем так, эти три таблицы в одну, мы используем в том числе айдишники, потому что айдишники нам показывают связи между этими табличками. Что касается Non-Relational, баз данных, то там данные хранятся в виде, ну, в Монго конкретно, это вот Bison, так называемый формат. Ну, по сути, мы видим, что он ничем не отличается, по большому счету, от того, что мы привыкли видеть в нашем козе в JavaScript, то есть это какой-то объект, ну, JSON и тому подобное. Bison — это бинарное представление JSON, это то, как хранятся данные, кодируется в MongoDB непосредственно. Если как-то смапить структуру, ну, точнее, организацию данных в таблицах с организацией данных в новой SQL базах данных, то это будет выглядеть примерно следующим образом. То есть у нас есть база данных в SQL таблицах, в SQL базах данных. База данных у нас хранит различные таблицы. И какой-то нашей сущностью в этой табличке будет являться row строка. Ну, то есть если мы храним юзеров, да, это табличка для юзеров, то каждая строка — это будет наш юзер. Если мы посмотрим MongoDB, ну, соответственно, база данных, она никуда не делась. В качестве таблицы у нас выступает коллекция. То есть коллекция, предположим, называется юзер, а внутри себя эта коллекция просто хранит документы. А документом, ну, чтобы это было понятнее, является вот тот самый JSON, тот самый объект. Он также, скажем, в терминах MongoDB называется документ. Ну, я, как бы, вот это основные моменты, которые, в общем-то, наверное, стоит понимать в отношении хранения баз данных, точнее, организации данных, как они хранятся в MongoDB. И я думаю, что мы, наверное, более практически сейчас посмотрим, как все это организовано. Так как я еще пока не закоммитил задачку, то основное, наверное, в этой задачке будет это подключиться, настроить базу данных, то мы, наверное, сейчас этого коснемся. Но я вам могу сказать, что это делается, ну, прямо вот очень легко. То есть, и, на мой взгляд, это делается намного легче, чем те же настройкам каких-то других таблиц. Да, и если еще вот этот момент, то есть, вот конкретно, вот различия между SQL табличками и документами, которые хранятся в MongoDB, то есть, если я сказал, что здесь у нас какой-то принцип, это атомарности, то здесь основной постулат хранения данных в MongoDB, это то, что те данные, которые, как правило, должны использоваться вместе в вашем приложении, лучше их хранить вместе. То есть, в данной ситуации мы видим, да, что, предположим, у нас есть какой-то, какая-то книга, судя по всему, ну, или там пост, неважно, ну, пост, да, и есть, соответственно, у него автор. И мы, как правило, там, выводим в своем приложении этот пост вместе с комментариями. Мы эти комментарии просто храним в этом документе, не в отдельной какой-то коллекции. Какой плюс в том числе в этом? Плюс в том, что запросы и получение данных проходят намного быстрее. Ну, это вот один из плюсов, в том числе, в MongoDB. Так, давайте ближе к делу. Но, меня хорошо слышно, если, как бы, все нормально, плюсик поставьте, я так, чтобы немножко пингануть вас, чтобы вы там сильно тоже не уснули. Я думаю, сейчас с практически частью, может быть, поинтереснее будет. Надеюсь, что у меня, как бы, все тут нормально срастется. Так, значит, MongoDB мы будем использовать в качестве источника данных базу не ту, которая хранится у нас локально на машине, а мы будем ее использовать из клауда. Причем, возможность эту нам предоставляет саму MongoDB, ну, точнее, вы еще тут, супер. Ну, кстати, поменьше народу стало, чем на разборе. Ну, наверное, еще и время довольно много. У всех разные часовые пояса. Значит, какие, давайте так, как мы это, как мы делаем? Мы идем на сайт MongoDB. Соответственно, нам нужно зарегаться там. Мы регаемся. То есть это то, что вам придется, в принципе, делать. Ну, я уже здесь зареган. Ну, что он мне не подтягивается-то. Ага. И мы заходим. Смотрите, я зашел в так называемый клауд или MongoDB Atlas. Давайте мы посмотрим. Ну, по сути, MongoDB Atlas Это инфраструктура, которая предоставляет нам... Ну, ладно, не будем мы здесь это смотреть. Которая предоставляет нам возможность хранить свою базу там. И в том числе возможность и бесплатно ее хранить. Для каждого зареганного доступно создать кластер, так называемый, с емкостью, по-моему, 500 мегабайт. Ну, вот. Давайте мы, наверное, создадим кластер. То есть у вас, когда вы зайдете, никаких кластеров тут не будет. Вам нужно будет сделать новый кластер. Давайте мы его создадим. Build new кластер. Вот у вас будет вот такая, скажем, формочка. Я рекомендую выбрать Ирландию. Free tier available. Это означает, что возможно использование бесплатной, ну, назовем так, бесплатной базы. Все, здесь мы больше ничего не делаем. Здесь. Так, а у меня чего? Он не платный, да? Мне кластер нужно удалить. У меня, похоже, тут. Ну, давайте мы все-таки пройдемся, наверное. Давайте так. Так, все-таки удалить. Сейчас, секундочку. Ну, а что у нас, пару слов о клауд-провайдерах. Я, честно говоря, не знаю, о чем мы должны о них говорить. Ну, то есть это какой-то сервис, который предоставляет нам... Для нас в данном задании непринципиально. Монго локально ставить не нужно. А как вас будут проверять, если вы будете ставить локально его? Я, честно говоря... Ну, в общем, смотрите. Вы создаете этот кластер. Давайте так. Здесь ничего не трогаем. Выбираем Ирландию. Здесь, по-моему, по дефолту сразу бесплатно ставится. Вот это M0, Sandbox. Ну, у меня лимит уже стоит. Говорят, что надо... Марина, говорят, что надо выбирать ближайшее к основному расположению пользователей. Ну, да. Да, Марина, все верно. У нас в Ирландии будет ближе. Так, вот этого ничего не будет, соответственно, у вас. Дальше мы идем. Additional Settings. Здесь мы тоже ничего, насколько я помню, не меняем. Заходим в Cluster Name. И меняем Cluster Name. Создаем кластер. После этого вы зайдете в кластер и создаете новый проект. Ну, давайте я новый проект тогда создам. Создаем новый проект. Ну, нам его нужно как-то обозвать. Давайте мы его обзовем лэсом. Идем Next. Ну, здесь тот, на кого зареган, в принципе, кластер. Мы идем Create Project. А, вот здесь вот так это будет. Да. Я не с той стороны зашел. То есть, вы просто создаете проект, да, видели, как я сейчас. У вас вываливается вот такое вот сообщение. Вы нажимаете Free, видите, Create Cluster. Ирландия. Ну, или там Франкфурт, как сказали. И давайте его назовем Unplacing Cluster. Видите, я здесь ничего не меняю. Здесь ничего не меняю. Создаю кластер. Вот контекст. Я нахожусь в проекте Lesson. У меня создается кластер. Но обычно это быстро происходит, на самом деле. Как можно работать с MongoDB? Ну, у нас с вами три варианта возможных, как мы можем с ней работать. Первый. Это MongoDB предоставляет удобную программу. Ну, графический интерфейс. Это компас. Но все это там в одной куче лежит на MongoDB. И вы когда будете регаться, как бы вам компас так или иначе предложат ставить. Вы его ставите. Также, для того, чтобы... Да, как этот компас выглядит. Давайте покажу. Сейчас он подгрузится. Ну, то есть, просто графический интерфейс. Вы в нем можете делать, ну, собственно, все, что угодно с вашей базой данных. Запрашивать данные, получать, ассоцировать, там, и тому подобное. Вот. Ну, выглядит он вот таким образом. Давайте какой-то... Ну, не знаю. Давайте вот. Учебная здесь есть. Я вам сейчас потом покажу, как все это делается. Просто пока у нас там настраивается. А, ну, он уже креетит у нас. Ну, окей. То есть, я подключился к моей базе данных. Нет, давайте я другую подключусь. О, вот к этой. Точнее, не к базе данных, мы к кластеру подключаемся. А на кластере у нас лежат базы данных, смотрите. Всякие разные. Мы их можем создавать, это легко и просто. И я их покажу. Ну, предположим, есть у нас какая-то база данных. Ну, давайте там корабли. Ну, вот есть какая-то еще города. Ну, нет, давайте. Хотя побольше у нас. Вот, смотрите. Агрегейшнс какая-то. И в этой базе данных у нас куча коллекций. В каждой коллекции, как я говорил, есть документы. Вот у нас Air Airlines какая-то. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Она сейчас у нас подгрузится. Ну, вот. Давайте я открою, а то, наверное, скажут, что мелко. Ну, по сути, как вы видите, это просто какие-то объекты. Да? С полями, соответственно, с их значениями. Мы можем посмотреть схему. Analyze. Что такое схема? Ну, в схеме это, по сути, схема нашего документа. То есть, они плюс-минус все похожи. Но, так как в MongoDB у нас нет строгой схемы, то они могут отличаться, в том числе и полями. Ну, то есть, предположим, здесь вот есть Base, да? А в другом документе его может не быть. То есть, вы можете его там не добавлять. В том числе, предположим, какой-то... Ну, здесь вот нет и рейв. Давайте мы посмотрим. Ну, давайте набор на схему все-таки. Здесь описываются, по сути, наша схема. Ну, здесь одни стринги. Здесь прям неинтересно даже как-то. Ну, в общем, это коллекция, да? Коллекция, которая содержит документы. В базе данных может быть их много. Да? В данном случае, вон сколько коллекций. Давайте вот. Вот еще одна коллекция. Какие-то кораблекрушения. Есть какой-то рейд-координат. Можно посмотреть на схему. Проанализироваться. Бонг ДиБи есть прям такой тип координаты. И они вот здесь вот, по крайней мере, в компас. Можно, они как-то подтягивают какой-то герой API. И можно даже вот здесь вот посмотреть. Ну, в общем, это все так красивости. Но, тем не менее, вы можете всегда проанализировать. И здесь, на самом деле, это очень крутая и мощная штука. Здесь много можно чего делать. Если говорить о типах данных, которые поддерживает Монг ДиБи, то их достаточно много. Да? Есть какие-то достаточно специфические, типа вот pointer. Ну, вот он, кстати, depreciated. То есть, ну, timestamp у нас есть. Ну, в общем, достаточное количество. Может быть, вы обратили внимание, что в каждом документе у нас есть вот такое вот поле, какое-то не очень понятное. То есть, остальное это как бы все понятно. Это айдишник. Этот айдишник хранится в определенном формате или object id. Ну, формат как бы понятный для Монг ДиБи. Когда мы добавляем документ в нашу базу, в нашу коллекцию, точнее, то этот айдишник генерится самостоятельно по определенному алгоритму. И вот этот тип данных, который использует для этого айдишник, он гарантирует, что ваш айдишник, ну, будет точно уникален. Ну, на самом деле, когда мы создаем наш документ в базу данных, мы его отправляем, мы можем ему и прописать сами айдишник. Ну, в принципе, наверное, наши задачки мы так и сделаем. Вот, потому что уже логика как бы под это все заточена. Так, давайте. Ближе к атласу. Окей. Ну, вот. У нас все как бы создалось. Давайте. Мы вот этот кластер будем использовать для нашего приложения. Но прежде, по поводу компаса, что я хотел сказать. Что я сюда все время переключаюсь. Компас, насколько я помню, он не работает, если вы не поставили пакет MongoDB на вашу машину. Вот, соответственно, вам нужно будет еще поставить MongoDB. Ну, собственно, вот он, да, наверное, он стал MongoDB. Ну, вот он, да, например. И на самом деле, насколько я помню, неважно, вы ставите комьюнити эдишн или интерпрайс эдишн, то есть это не принципиально, и то и другое будет работать. То есть, как бы, за него платить не нужно. Потому что MongoDB это опенсорсное решение. Ну, интерпрайс, там, наверное, какие-то дополнительные фичи, и оно уже для тех клиентов, которые пользуются определенными фишками и за это платят, как бы, деньги MongoDB. Но интерпрайс вы также можете использовать. Соответственно, его просто скачиваем, ставим. Для чего это нужно? То есть, если вы его, предположим, скачаете, давайте, то у вас появится так называемый, ну, кстати, появится и такая же база данных локально. И также у вас появится клиент Mongo, ну, или так называемая, ну, собственно, да, клиент, в котором вы можете работать. То есть, первый вариант, вы можете работать с своей базой данных здесь. Второй вариант, вы можете использовать различные квери, как-то работать с вашей базой данных из терминала. Причем, этот клиент, абсолютно, он написан на JavaScript, хотя, на самом деле, он может написан и на JavaScript, но он абсолютно, это среда исполнения JavaScript, то есть, мы, как бы, можем здесь какие-то там перемены создавать, там, предположим, да, и, в общем, выполнять все, все, что нам нужно в процессе нашей работы. Но это, как бы, не очень удобно, и вы с этим познакомитесь по ссылочкам, которые я вам сброшу, вот, если это интересно, как бы, ну, я думаю, что стоит с этим немножко поработать. Так, соответственно, мы создали этот кластер, теперь нам нужно, насколько я помню, создать юзер, который будет иметь доступ, да, то есть, по дефолту создадим какого-то юзера, админа, назовем его, ну, давайте так, чтобы я точно не забыл, как мы его назвали, админ, и пароль админ добавим. Это второй поинт, дальше. Идем в Network Access, добавляем IP-адрес. Нам нужно, чтобы наш кластер был доступен откуда угодно. Соответственно, мы выбираем Allo Access from Anywhere. Confirm. Тут какой-то пеннинг сейчас покрутится. Ну, собственно, мы и настроили нашу базу. Теперь, как до нее достучаться? Как с ней работать? Идем опять в наш кластер. Вот он, Lesson кластер. Connect. Что нам этот Connect предлагает? Нам Connect предлагает строку подключения, которую мы будем использовать. То есть, мы можем подрубиться через MongoShell, это то, что я показывал из консоли. мы можем подрубиться из компаса или из нашего аппликейшена. Но давайте для начала из компаса. Кстати, видите, когда вы зашли сюда, кстати, здесь можно по-моему тоже скачать. А может и нет. Мы копируем вот эту строку, идем в наш компас, создаем новый Connection, вставляем здесь наше имя админа, здесь пароль админ. Connect. Все. Вот наш базу данных, наш кластер с базами данных, в которых, но это дефолтное, то есть, он всегда создает такие, то есть, здесь всегда три базы данных, в которых есть там какие-то коллекции, я не знаю, тут сеттингс какой-то, я, честно говоря, даже не разбирался что там особо. Здесь мы можем создавать наши базы, в этих базах можем создавать коллекции и тому подобное. Ну, у нас задача сейчас работать не через компас, а из нашего приложения. Давайте так. нам нужно будет законнектиться connect your application мы выбираем node.js нам нужно будет скопировать вот эту строку, ну, и здесь вместо пароля вставить админ. давайте мы к этому вернемся чуть попозже. То есть у нас есть строка и мы можем подключаться. давайте копия. Поехали. Идем в наше приложение. ребят, давайте вопросы какие-то у вас если есть, я буду на них отвечать, потому что я как бы так бегу и не сильно может быть на какие-то нюансы отвлекаюсь. идем в проекты. Здесь у меня есть проект solution. Это проект, на котором обкатывались наши тесты, но тут по сути сделана вторая таска только по-моему. Давайте мы его запустим. то здесь структура вам знакома абсолютно, всякие тут юзеры, юзер роутер, сервис, модель, где нам мангури хранить. Я сейчас скажу, где мангури вам хранить. Вообще мангури вам хранить нужно вот здесь. Вот видите, вы его просто вот здесь записываете и потом использовать в своем приложении вот эту переменную. То есть, насколько я помню, у нас, по-моему, такая задачка уже была, то есть, мы ее решали, да, по-крайней мере, порт же вы импортили отсюда. Ну, то есть, не отсюда, а из конфига из вашего. Точно так же вы будете импортить mongoconnection string. Так, поехали. Собственно, я запустил сервер, давайте проверим тут как тест у нас бегает. Надеюсь, они не упадутся. Что, долго. Окей, у нас есть строка для подключения к базе данных. у нас есть mongodb где-то в клауде. Ну, соответственно, нам нужно, ну, не упали, нам нужно как-то из нашего приложения подцепиться к mongodb. То есть, ну, у нас, в общем-то, уже есть, ну, как минимум, мы с mongodb можем работать здесь. и этот mongodb это какая-то обертка, которая юзает там JavaScript, где мы можем работать. Такие же обертки, по сути, уже написаны для нашего приложения. И в качестве, скажем, да, такого адаптера мы будем использовать mongodb. Давайте мы, то есть, mongodb это то средство, которое позволяет нам взаимодействовать с mongodb. mongodb это библиотека, которая напрямую с community mongodb не связана. То есть, она поддерживается отдельно. У community mongodb есть своя библиотека mongodb client, которую мы также можем поставить, и использовать в своем нот приложении для того, чтобы взаимодействовать с mongodb. Но, как правило, то есть, ее синтаксис этого mongodb клиента очень похож на тот синтаксис, который используется в mongodb нативный. Ну, мангус собственно тоже поддерживает. Но с мангусом это, как правило, удобнее. И в мангус не только позволяет нам взаимодействовать с mongodb, но также мангус предоставляет нам такие возможности, как валидация полей, скажем, какие-то наши кастомные валидаторы, схемы моделей наших и тому подобное. Атлас мы не устанавливаем. В атласе мы регистрируемся на mongodb.com и получаем аккаунт в атласе. В атласе мы создаем проект, вот как сейчас вы видели. В проекте мы создаем кластер бесплатный. И в этом кластере создаем наши базы данных. При том, как я показал, там какие-то дефолтные уже есть. они нас не касаются, как бы они пустые вообще. То есть атлас не устанавливается. Это может быть про компас идет речь. Компас, ну, можете не ставить, но мне кажется, он вам понадобится, по крайней мере, зайти, посмотреть, как бы не куда-то там в консоль лог выводить что-то, а что вы там закинули, посмотреть. То есть это удобно. Ну, мы в принципе это посмотрим еще раз. Вот. Ну, давайте тогда про компас. Вот мы сейчас давайте подключимся. А, или мы собственно подключились, да? Да, мы подключились в отжимах в наши базы. Мы потом будем смотреть здесь какие данные у нас. А вот. Ну, и поэтому мангуз как бы на самом деле такой мейнстрим и он используется кругом. Окей. у нас есть строка как нам работать с ней и как нам работать с мангуз. давайте как бы мы не мудростой лукаво пойдем как бы на разработчике считать спеки. Ну, сначала мы должны его инсталлировать, да? То есть, мы пойдем прямо вот здесь вот с вами. Возможно, я не рассказываю каких-то вещей таких rocket science. Может быть, кто-то уже с этим знакомый уже все это делал. Но на самом деле я считаю, что мы не ставим такую задачу сделать из вас спецов MongoDB. Хотя как бы я думаю, что это какая-то стартовая точка. И понимая, как все это работает, сверху накидать кучу знаний уже как бы это ваша задача. Это на самом деле не так сложно. MongoDB достаточно быстро осваивается. Конечно, там есть много таких крутых штук, которые нужно узнать. Но для этого достаточно как бы много различных ресурсов. И я вам покажу, что там есть. Так, давайте мы поставим. пока он у нас ставится. Насколько я помню, недолго ставится. Так, по поводу структуры, да, то есть смотрите, как бы у нас здесь все стандартно, да, юзер роутер, который юзает у нас сервисы, сервис, который юзает там репозиторий, ну и собственно наш репозиторий. Да. У нас есть модель юзера где-то, вот она, ну это по-моему было вообще в темплейте. Все, Мангус у нас установился. По-моему Мангус работает без установки Мангодиби, я могу как бы ошибаться, я думаю, что вы проверите, то есть, ну я наверное тоже проверю, удалю Мангодиби. Ну по-моему ему Мангодиби установлено и не нужно. Ну я еще раз говорю, я могу ошибаться, надо посмотреть. Так, ну идем дальше в наш, вот это мы закроем. Gesting started varmangus, requiremangus, да, давайте мы подключимся. у меня есть такой вот файлик data base client, но здесь его основная как бы задача он просто какие-то вот эти фейковые данные, то есть доски, таски, там юзеров создавал и все это экспортил. Я просто хочу здесь же Мангус, ну все супер Вадим, спасибо большое за уточнение. Так, мангус requiremangus копировали, теперь копируем вот это, где нам схема мангуса модели хранить, ну сейчас покажу, а где хранить, в папочке в файлике модель, то есть по сути ну мы сейчас сделаем модель для мангуса. Так, ну смотрите, что у нас происходит, мы requiremangus, да, давайте мы его куда-то вверх поднимем все-таки как бы, мы requiremangus, мы коннектимся к базе, мы получаем instance нашего соединения connection, и мы можем повесить какой-то обработчик на он, да, точнее на error, там и на open, вот, давайте, вот здесь наша строка подключение, то есть мы ему говорим подключайся сюда, давайте скопируем соответственно строку подключения нашу, мы идем кластер, да, вот мы остановились на этом еще раз, нашим кластере, нажимаем connect, connect, your applications, то есть смотрите, здесь эти строки, они для разных драйверов, да, и у нас для ноды, но видите, здесь и для разных языков, копируем просто отсюда, идем обратно, вставляем, да, пароль у нас admin, я, смотрите, я вставил просто вот сюда вот так, вам нужно будет из dotn вытаскивать, да, ну и вытаскивать там, это слишком громко сказано, вот это, это параметры, ну так скажем, то, как некоторые параметры, как должна работать наша база, наш клиент, как должны отправляться запросы, как идти запись на кластере, вот, вообще, да, что касается кластера, кластер вообще на самом деле состоит из нод, нод это три отдельных, скажем, сервера, и ну они предназначены собственно для дублирования данных, для того, чтобы повысить, скажем, устойчивость вашей базы данных, ну вот отчасти, вот здесь вот, например, W majority означает, что когда мы что-то записываем в базу данных, то ответ, что успешно записалось, произойдет только тогда, когда данные записаны на большее количество нод, то есть у нас если три ноды, да, они по сути одинаковые абсолютно, то ответ об успешном завершении у нас придет, когда запись сохранилась на двух нодах из трех, вот, то есть это у нас какие-то параметры, да, я их пока вот так вот уберу, вот это по дефолту база данных, мы смотрели вот здесь вот в компасе, да, что у нас три базы данных, но вот базы данных тестов у нас как бы нету, но на самом деле, когда мы начнем работать, эта база данных просто создастся за нас и все, то есть давайте посмотрим, ну, я там, давайте, ну, REST, она будет называться, REST, так, и, что еще нам нужно, ну, нам нужно, наверное, что-то вывести, что мы там подключились, то есть, заметьте, я пока вообще ничего не пишу, то есть, я пишу, исправляю тот код, который мы просто скопи-пастиле, так, ну, собственно, что я сохранил, да, у меня он запущен, что тут, какой-то деприкейшн уорнинг, кюренсер, ну, вот это вот просто нужно сюда, по-моему, вставить, то есть, какой-то ему параметр, нужен, что-то устаревший у нас. Все. Мы подключились к нашей базе, то есть, это вот то, что наш application по дефолту, да, отправляет, а это вот наш консоль-лог, который мы вывели на open. Давайте посмотрим, вообще, что там в компасе стунили, любопытно. Ну, пока ничего. Пока... А... Стоп. Ну, да. пока у нас ничего нету, но какие-то настройки похожи у нас там добавились, нет, не добавились. Мы пока не работаем с нашей базой данных. Так, теперь... давайте сделаем наверное так, чтобы у нас все-таки вот здесь, наверное, ну, точнее, как бы, наверное, нам сначала нужно подключиться, а потом мы должны, наверное, стартануть наше приложение. Давайте я создаю какую-то... какую-то функцию. Ну, ее просто экспортную отсюда. и где наш сервер стартует, наверное за реквайрю. Игорь Негода так здесь у нас как бы такой такая вещь ничего не изменилось но по сути то это связано с тем что здесь же везде у нас асинхронный код да то есть мы здесь ее запустили там connect какой повесили обработчики и он у нас там в event loop улетел все это и то есть он отработает когда у нас только произойдет событие подключения ну а просто вот это у нас раньше отработала и все вот поэтому давайте мы сделаем вот таким образом мы просто здесь эту функцию там колбас наш примен и вот здесь вот наверно его вызовем но вот вроде бы все работает так ну собственно базе подключить тут все было очень долго были какие-то пассы но на самом деле как бы это можно и вставить там где-то не обязательно здесь просто ну здесь вот как-то отдельную структуру какая-то теперь давайте мы наверное будем использовать то есть нам нужно написать какой-то новый репозиторий давайте мы создадим новую новый файлик для юзеров так но здесь никакой магии то есть нас нет да там обычные какие-то методы которые вы писали у нас этот репозиторий имеет какой-то интерфейс по сути да это то что у наших сервисов используясь гитологи байди там и да ты дели там там и тому подобное вот соответственно здесь мы работаем с нашими какими-то структурами которые мы запоминали а теперь мы должны работать соответственно с с мангуст точнее всего модели давайте мы пока вот это все языка мент закоменчиваем наверное я надеюсь что я вас не утомил я не знаю мне кажется как бы это будет наверно каким-то подспорьем когда вы сами будете пилить что у меня сегодня с фрук какие-то проблемы вообще так это мы скомментировали как вы поднимаете выделенный код в редактор али зажимаете и выделенный код у вас ездит так нет я хотел скопировать же знаете мы просто сейчас пока будем выбрасывать отсюда ошибки какие-то да ну точнее у нас просто ли имплементации нету и как бы еще немножко осталось так все это последний да что ж такое как о чем не подчеркивает а ну это это мелочи да то есть мы просто их не используем ничего такого особенно так давайте разлива быстро теперь запустим наши теста только давайте нам и для юзеров только то есть будем запускать чтобы нам не ждать давайте вот нас тест тут на все запускаем нам нужны users по моему я не буду отдельный скрипт писать я думаю никакой разницы так npm тест ну по идее у нас все тесты должны отвалиться да ну они не отвалились потому что мы эту написали то что она а юзается у нас сервисе мемори да соответственно давайте перепишем да то есть он будет у нас использовать тот же репозиторий с тем же с теми же методами то есть по сути с тем же интерфейсом да ну а другой ну вот совсем другое дело все свалилось да и мы получили в принципе так как и должны 500 ошибку так супер это мы сделали это мы тоже сделали вот это вот мы тоже сейчас сделаем теперь теперь наша задача это использовать мангус как-то точнее нашу модель ну давайте опять же пойдем обратно в наш мануал и посмотрим как там вообще все это нужно сделать значит смотрите мы использовали классы с вами да ну скажем да мы использовали классы как работает мангус то есть мы ему объявляем какую-то схему то есть мы просто говорим да new mango схема и здесь объявляем те наши поля которые ну скажем мы юзаем в нашем объекте и для них указываем соответственно типы ну давайте дальше чем мы делаем дальше мы создаем нашу модель мы ее там как-то называем то есть у нее должно быть имя потому что там какие-то связи внутри могут могут быть то есть мы где-то можем не обратиться по имени к этой модели но вряд ли вам придется делать и прокидываем туда эту схему по сути на выходе мы получаем класс и этот класс мы просто создаем на экземпляр этого класса передавая туда наши литералы то есть еще раз у нас есть схема которая описывает наш класс описывает наш объект точнее интерфейс какой-то тип мы создаем с ее помощью класс ну то есть класс который в общем то там как-то валидирует эти поля и создаем инстанции давайте поехали так у меня есть вот юзер модул давайте мы его сейчас комментируем у нас будет никите схема с вами да а юзер схема схема так что у нас там есть у у нас есть name который стрим у нас есть логин который тоже у нас стрим у нас есть помните я упоминал что когда мы не указываем явно айди то за нас это делает манг дебе но она также работает то есть мы также обратно получаем айдишник вот но у нас здесь айдишник создается с помощью вида да поэтому он у нас будет выглядеть вот так то есть это у нас поле будет айди мы ему зададим type string не мы здесь создадим так называемый дефолтовый дефолтовое значение то есть смотрите что такое вот этот дефолт дефолт это тоже что будет присвоено данному полю если мы его явно не передадим в данном случае по дефолту этот айдишник у нас уед то есть мы можем в принципе и какой-то литерал сюда передать он всегда у нас вот это поле будет вот таким но мы можем также передать сюда любую функцию в данном случае наша функция твит что еще мы можем делать на самом деле то есть вот здесь видите вот такая запись да мы собственно ну как бы какой-то можем суда передать в том числе какой-то объект который принимает какие-то options и ну и например здесь есть какие-то валидаторы например встроенный то есть предположим для типа string есть валидатор макс кстати для типа стринг то он по моему макс лампф если не ошибаюсь до макс лампф какой-то для чисел это макс соответственно мин и то есть также есть у нас required то есть обязательно предположим должно быть передано поле да мы можем поставить но здесь как бы смысл то нет он дефолт в любом случае засетается но собственно для чего это нужно 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 для того что просто мангус генерит нам эрор когда мы будем создавать что-то там то есть это принципе можно использовать в валидации но я бы советовал все-таки эту валидацию оставить на уровне базы данных то есть да у нашей репозиторию это будет для валидации такой данных которые приходят с клиента но валидацию выполнять в контроллерах как бы очень часто мы можем увидеть когда в контроллере но как бы напрямую идет доступ к нашей модели нашим там юзера предположим и он этот мангус его лидирует и я ничего не вижу этом плохого когда это небольшое приложение то тоже нормально вот у нас как бы задача здесь просто стоит разделить как бы все на какие-то слои да и в общем то чтобы какую-то архитектуру вы в том числе представление о нем получилось получили соответственно лучше так окей схема мы создали давайте создадим теперь модель у нас модель у нас будет юзер до который будет называться юзер и который будет принимать у нас юзерскими но ее ногой он экспортится так теперь давайте вот сюда вот вернемся здесь где у меня подключалась база здесь же у меня создаются вот самые как бы разные фейковые данные что я бы хотел сделать я бы хотел создать сейчас в базе фейковые ну то есть ну как фейку не фейку и то есть базе данных какой каких-то уже юзеров как мы можем это сделать то есть мы вот здесь вот да рекварием нашу модель из юзера ну вот это и здесь соответственно как мы можем сделать давайте у нас есть что здесь происходит смотрите вот этот юзер у нас теперь уже модель мангус и как я вам показывал вот здесь вот здесь мы можем просто создавать эти объекты ну по той же самологии который мы создавали до этого здесь создалось у нас три модели мангус но они сейчас просто здесь у нас то есть они созданы но они никуда не записаны соответственно но для того чтобы их записать мы можем воспользоваться например методом который есть у каждого инстанса сейф что у нас произойдет у нас произойдет то что каждый юзер ну каждая моделька себя сохранит в базе вот какой вариант еще есть вот чем они написали ну ладно это мы сейчас как бы вернемся какой вариант есть еще у юзера есть например такой метод insert money и этот insert money просто может принять массив массив наших юзеров наших литералов и точно также сохранить в чем разница разница в том что здесь мы создаем инстанс то есть но у нас как бы моделька какая-то и мы не знаю нам нужно с ней как работать предположим а здесь мы используем статический метод модели просто прокидываем туда и все то есть это команда insert money это мы по сути если мы говорим о взаимодействии с базой данных пусть по соответственно комментик рада креи 3 до 2 делит то это у нас просто креет для большого числа также есть метод insert one да когда мы передаем туда например какой-то один свой объект не не массив естественно вот ну давайте берем как бы неважно что оставлять на самом деле здесь вот давайте посмотрим у нас вообще сервер работает работает но давайте теперь глянем что у нас нашей базе ночью она что-то нашим а вот вот помните я вам говорил что когда мы работаем с базой она просто сама создастся и все точно так же с коллекциями вот у нас создалась коллекции users да и вот наши юзеры но здесь чем происходит по сути здесь у нас несколько раз запускали они каждый раз сюда вставляются просто и все смотрите здесь у нас но то есть на им логин да паспорт у нас все как положено идишник наш вот это вот поле это мангус дописывает мангус дописывает это нужно ему по моему когда меняется как тут этот ренте титул он ее как-то ну версии там инкременции мы можем убрать это то есть по моему вот здесь вот вершин спам да вершинки форус давайте посмотрим там у нас должны были докинуться еще партик на вот да вот они докинулись ну как бы на мой взгляд не мог что мы каждый раз будем плодить все это дело давайте поэтому добавим знаете что давайте мы перед тем как наши наша коллекция будет заполняться да я вам советую сделать заполнение такое не ручками там заполнять то мы можем просто дропать нашу базу данных и все ну как бы у нас учебное приложение все-таки нам не страшно это делать ну то есть каждый раз когда у нас придет подключение у нас старые данные все удаляются новые то записывается просто все давайте посмотрим вот вот наши две модели так окей но как бы уже начало положено я считаю давайте теперь идем в юзер модул смотрите у нас насколько напомним что у нас есть такой метод ту response модели мангуса у нас позволяют в том числе использовать какие-то дополнительные методы мы можем записывать методы как в инстанс так и статический но в данном случае у нас это будет такой же статический метод по моему это так пишется то есть это у нас будет стать и response надеюсь что я не ошибся тут вот который точно также будет принимать юзера то есть мы можем на вот этом классе не делая его инстанс конкретный вызывать просто этот метод давайте посмотрим он его потянет вообще ну кстати не факт что это прям адекватно мы проверим чуть позже так окей но давайте теперь пойдем комплиментации здесь наш нам нужно импортнуть с вами юзера он юзер давайте мы сначала как о чем у нас он крашнул окей так о чем он в connected выводит не выводит почему-то все что-то он притормозил так мы за импортили соответственно наш наших юзеров нашего юзера сюда и давайте теперь наверное создадим да спасибо анастасия давайте сначала маном юзеров добавим потому что у нас все тесты я напомню да что все тесты у нас там сначала юзеры везде создаются а потом они удаляются то есть как бы у нас иначе тестом будет пальцем чем мы делаем ну как бы тут вообще ничего особенного притер до юзер креет да кстати insert one то по моему нету там это по моему create user ну давайте посмотрим сейчас на наши то есть что у нас происходит handle promise rejection не знаю что там произошло на самом деле я думаю все нормально должно сейчас так идем в юзеры точнее мы идем сюда запускаем наши тесты по идее пост должен пройти у нас на чуть прошло давайте посмотрим пост шутка и юзер с акцессуле у нас здесь вот еще есть тест который у нас проверяет что тески за таски за нас анина я давайте его выключу просто чтобы он нам не мешал делом у нас да все мы его отрубим так ну собственно это мы сделали значит смотрите что у нас здесь происходит вот те конст эти конструкции когда мы создаем какие-то запросы ну то есть данном случае он нам возвращает промеса автоматически да мы можем вот посмотреть он нам подсвечивает и в общем так как у нас здесь и от юзается через и уэйт то этот промес у нас резолвится и как бы все окей вот но есть нюансы как всегда давайте мы теперь сделаем get all да как мы делаться будем летем юзер find все то есть что мы говорим данном случае find это get когда нам нужно будет сделать get by айди мы вот сюда просто должны будем добавить ну то есть предположим давайте сразу тогда этот айдишник и нам нужно будет здесь написать наш фильтр скажем тогда лет предикат в данном случае то есть нам нужно сказать что айди у той модели той у того документа который мы ищем должен быть равен айди вот этому и все он найдет нам это единственно здесь он вернет массив значений потому что это find а чтобы он возвращал одного нам нужно будет find one если мы ищем не по айдишнику предположим там по на ему да то есть там у нас леем и здесь у нас на им тоже какой-то пришел вот то если мы используем find one то нам вернется первая сущность то есть из первой из найденных соответственно если мы используем find нам вернется массив как бы этих сущностей ну так вот если упрощать причем здесь какого плана есть нюанса смотрите find one и в принципе все к вере запросы то есть запросы которые мы отправляем в базу возвращем ангусе возвращают не promise а так называемый кури документ к вере для чего он нужен ну вот смотрите документ к вере он нужен для того что когда мы вот предположим сделать вот так то есть что мы в данный что мы здесь ищем мы ищем всех юзеров да то у нас вот эта строчка она не выполнилась чтобы она выполнилась нам нужно либо сказать его и либо нам нужно прокинуть колбак который там отработали да то есть соответственно это ключу какой-то точнее вот как у нас кубик first да это бывшая скану не бывшая то что часто использовалось раньше пока синквейт не появился промисов то есть либо мы передаем колбак тогда выполнится эту к вере либо еще один вариант мы используем экзек но как бы наверное колбайки не вариант передавать если мы можем использовать осенковый ты вот в чем разница между вот такой как бы нотации да и вот такой вот нотации разница в том но и почти нет на самом деле то есть если мы вот так вот напишем если где-то вывалится ошибка у нас вот но отсюда да мы что-то там но не знаем мы например гербайбай айди сделали а там айдишник и нет и нам что-то ну или там ну в общем какая-то ошибка вывалилась то стек трейс в такой ситуации он будет не очень информативный там будет все писаться про мангусы про наш кодка про наш сарсы вообще слова не будет если мы сделаем вот таким вот образом тот ваш будет проще поэтому как бы рекомендую делать вот обычно так ну давайте я опущу пока это вот как я сказал только тогда он выполнится если же мы вот таким образом создали мы создали query я вам говорил да что возвращает документ query и чем мы с этим query можем дело мы можем чинить мы например можем сказать лимит нам дай там 20 предположим всего или на мы можем сказать там предположим skip то есть ну обычно то есть пропусти первые 5 дай нам потом 20 то есть мы сформировали такой к вере и потом уже предположим мы делаем умеет кури просто и все я надеюсь как бы вот этот вот момент понять просто чтобы вы там когда будете писать не сильно удивлялись когда чуть не работает просто у меня здесь все отработает даже если я ретерн отправлю потому что везде и выйти но где-то кит кулбеки если там могут быть проблемы так но я думаю что мы минут через 15-20 закончим я надеюсь что я вас не сильно утомил напишите там чего-нибудь так окей причем вот find one это нативный скажем метод который юзается у нас в нашем манга а у мангу с по моему есть еще вот такой например файн байди вы просто туда вот прокидываете все он там уже сам знать что нужно матчить с лову дашь айди то есть можно делать вот так так давайте тест нам запустим да не сильно чё не сильно я не помню контекст но я могу прям еще кратенько об этом рассказать если не очень понятно то есть на самом деле ну опять же я разброшу вам литературу как ну точнее ссылочки которые стоит почитать и в общем я думаю что там станет понятно так мы у нас прошли get all get user by a dish on create нам нужно апдейтнуть еще и делить ну кстати мы можем брать любопытство вообще посмотреть а нам реально что-нибудь возвращается тут тесты как бы работают или не давайте мы хоть get all сделаем о как много но у нас база данных просто то есть тесты не очень хорошо после себя чистят базу данных судя по всему давайте-ка посмотрим ну да вот но есть два проблемки в тестах нужно это как бы будет пофиксить наверное а хотя знаете наверное наверное проблема просто в том что мы делит еще не применцировать у нас реально ничего не удаляется но в любом случае когда так как мы дропаем у нас как бы тут все будет окей ну вот то есть мы их получили и даже пароль нет что тоже не может не радовать поехали дальше get users by props но это какая-то просто тип generic то есть вот здесь вот у нас find by айди да а здесь мы должны соответственно будем ретернуть юзер find и вот здесь вот как раз мы по сути передаем наш фильтр дача у нас тут пробус у нас он вот грубо говоря там вот такой то может быть name да name там вася положим но по сути от фильтр мы ищем по имени вася мы сюда просто передаем и все то есть это у нас объект что еще мы можем делать мы можем делать проекции что такое проекции проекция это ну по сути mapping наших сущностей но предположим у нас у юзера там не три поля а там 25 полей а нам в принципе они как бы не нужны нам нужно вернуть только там name предположим мы можем сделать вот таким вот образом и сущность которая нам будет возвращать будет уже скажем так вот эта проекция будет использоваться так но это по моему чёту другим каким-то вещам относилась так юзер апдейт теперь юзер апдейт смотрите мы можем точно также апдейтить как одного так и много то есть что значит апдейт вам ну я думаю что здесь как бы не должно быть особых проблем то есть у нас стоп че тут чему тут вообще делаем это данные которые мы получаем то есть смотрите мы должны найти и соответственно нашего юзера опять же только фильтр какой-то передаем говорим что нам нужно апдейтнуть именно юзера то есть проекция может заменить ту response да она может заменить ту response но смотрите просто у нас довольно сложилось простое приложение у нас ту response он как бы ну по сути он будет тому же равен что и мы можем возвращать из базы но не всегда так бывает то есть например мы из базы хотим получить сущность какой-то да мы с ним мы и возвращаем сервис сервисе с ней работаем а уже в контроллер мы то response делаем какой-то другой то есть они могут не матчиться друг с дружкой то есть может быть вам из базы данных можно нужно получить сущность все-таки с например с пятью полями как-то обработать ее перед тем как отправить отправить вам нужно сущность там с тремя полями вот поэтому когда мы вот такое вот деление у нас существует то ну как бы вот но здесь в данным нашем приложении на возможно но принципе как бы рекомендую тоже вот это разделять то есть у нас сервисом работает на контрактах то есть он получает всегда ну какую-то скажем сущность from request какой-то dto то есть то есть дэк трансфер обжиг так называемый дэк трансфер обжиг которая приходит с клиента а с базы он получает другой дэк трансфер обжиг и как бы вот это его контракт я надеюсь что я пойду ответил на ваш вопрос и денег так соответственно мы говорим что нам нужно апдейтнуть вот по этому фильтру и потом мы просто передаем то что мы должны апдейтнуть то есть мы предположим мы хотим у юзера с айдиш ником с каким-то сделать на им но опять же чтобы он стал у вас васи в конце концов вот и все то есть как это работает есть еще метод это ну давайте так юзер апдейт мы не то есть когда мы можем апдейтить ну довольно много сущности есть причем ладно давайте дальше не буду углубляться то мы тут засядем вообще до ночи завтра еще работать так юзер то апдейт ну давайте апдейт проверим может быть все таки мы сделали ну да пусть у нас осталось только делит я вас отпущу так юзер делит one смотрите единственное что что у нас возвращает вот это квири делит one это квири делит one у нас возвращает не ну то есть смотрите ну как минимум есть три поля смотрите есть окей есть м и есть делит откаунт окей это как бы если один то значит окей значит у нас удаление произошло если не окей это будет 0 ну соответственно номер тоже будет 0 если не удалено и делит откаунт тоже будет 0 ну и здесь вот логика ведь у меня как бы она собственно вот такая же то есть если юзер был удален там и зенечку отправляем если нет то нолик ну то есть мы можем также вот здесь вот как бы отправлять там окей просто можем или там делит откаунт но помните я говорил что это у нас к вере и вот здесь вот вот так вот просто взять и писать как бы я не могу почему потому что потому что как это притие если нет очень умные они все за меня делают на самом деле здесь вот потому что мы должны сначала получить результат этого квири то есть либо через имеет либо колбек там до какой-то и мы получим это данный либо экзак сделал например давайте с экзаком работает окно кстати все равно его это почему-то ставит похоже тут подумает и заточился у нас вернется количество давайте смотреть ура мы победили немножко с халтурили но на самом деле как бы это не сильно относится просто к нашей задачи ну вот мы с вами сделали собственно тот базовый минимум который необходим так называемый крат крад это это конвенция до которая шоуцка create read апдейт и делит но из этих четырех букв у нас на изменение в базе данных 3 да это креет это апдейт это делит и рид у нас это соответственно наш файн там где-то у тому подобное вот еще давайте посмотрим у нас теперь все удаляется давайте все равно как-то так себе удаляется у нас тут дыкнулись по идее она должна была дропнуться у нас здесь два юзера я хочу посмотреть насколько тест адекватно собственно удаляет так тут у нас черно здесь запустим тесты здесь они у нас прошли ну да кстати все нет все таки два осталось ну надо будет поправить но это не должно быть проблемой потому что я рекомендую вам в качестве так как мы все-таки здесь обучаемся добавить логику чтобы у вас садро полосу вас с нуля ночного работать так и давайте я сейчас быстренько тогда наверное по ресурсам которые но опять же вот он ваш как бы стал гайд который вам нужно будет освоить качественно для мангуса то есть можно в принципе вообще не разбираться как-то манга тебе все устроено ну как бы в общем вам хватит того что можно нарыть мангус но на самом деле мангус легче будет понимать если вы понимаете как работает манга диби и на самом деле те различные квери которые манга диби мы можем делать они не такие уж сложные и на самом деле прикольно в этом разобраться при том что есть такой ресурс манга диби университи и от манга диби университи предлагает бесплатные курсы то есть они вообще бесплатные и в том числе вы можете здесь получить даже в итоге какой-то сертификат там по этим в линке тылся вставить там в общем это тоже будет гуль вот здесь довольно много различных курсов но я вам рекомендую пройти вот этот много времени у вас не займет но я не знаю там часа за 4 за 5 наверное вы его точно пройдете ну смотрите как бы время как там у вас но я вам очень сильно рекомендую пройти вот этот вот курс то есть он вам поможет разобраться и в общем даже если вы его только его посмотрите вам намного проще будет ориентироваться что там у мангус нужен дернуть как бы какой метод поискать потому что мангус все те методы которые используют манга диби которые мы можем использовать в нашей там он шел предположим он также использует вот и тут же рассказывается как компасом пользоваться как мангуса пользоваться про мангу здесь нет слова не будет то есть но здесь есть еще и вот такой курс манга диби фуджава скрипт девелперс он намного меньше там работает идет не с мангуса с манга диби клайн но в общем это тоже как бы полезно и еще что можно посмотреть это у нас на мд не есть по моему там как с экспрессом работать и в том числе с мангус да тут по моему даже на русском есть что они делают ну да ну вот по сути они пишут мангус здесь объясняются какие-то вещи как бы понятным языком есть куча ссылочек и в принципе можете здесь почитать но не такая большая статья но она вам поможет разобраться но если кому мало здесь дофига еще я думаю что вот этих ресурсов вам будет вообще с головой достаточно то есть и в принципе да кстати по поводу подключения атласа там и тому подобное вот в этом курсе вот это вы все прям можете сделать как бы прям там все это разложим по полочкам и даже вам сейчас покажу где-то я даже вот вот смотрите здесь вообще все написано как сделать но я вам советую если как бы время есть у вас начать оттуда если не сильно много времени ну значит посмотрите записи и да я постараюсь еще вот этот гайд выложить в таске утас к нам только завтра ребят будет уже чуть время дофига все я наверное закончил я хотел два часа в итоге вышло аж целых три спасибо вам чтобы были настолько стойкие я жду ваших каких-то вопросов давайте мы будем закругляться гляну дискорд чудом возможно теория я дал не так уж много но на самом деле не скажу что я там какой большой специалист по базе по базам данных вот но это все легко можно найти если вас там что-то интересует какие-то мдс скажем вещи но я вам советую вот реально вот эта штука крутая очень крутая для начала стас я с кавка не работал вот но он проектах она используется да да используется на так ну давайте я еще прям вот две минуты тогда жду то что здесь есть задержка некоторые как я скажу и до вас это доходит ну грубая шутка будем как джираф потому что но было и есть такой приличный но и до меня соответственно тоже как джираф и когда вы не отвечаете что-то так ну все тогда всем пока все устали я тоже спасибо вам большое за ваше терпение и осталось совсем немножко давайте добейте этот курс у нас по сути только вот манга тебе осталось и по-моему аутентификация и как видите это не так уж и сложно совсем вот и обратите внимание насколько как бы до достаточно просто получилось подменить один репозиторий другим за счет того что что интерфейс мы используем как бы методы интерфейса то есть мы не размазали модель где-то там по всем нашим слоям все пока